СДЭК подвергся масштабной хакерской атаке. Один из ведущих операторов доставки не может возобновить работу уже почти неделю. Задержаны десятки тысяч отправлений, ущерб компании по некоторым оценкам может достичь миллиарда рублей. Кто атаковал СДЭК? Что вообще из себя представляет движение хакеров? И почему Microsoft намеренно не закрывает уязвимости в операционной системе Windows? Приветствуем директора агентства экономической разведки AirTechno Романа Ромачева. Естественно, хакеры похитили, скорее всего, базу данных, а это база данных клиентов, включая контакты, фамилии, имена отчества, то есть наши персональные данные, те, кто пользовались компанией СДЭК. В том числе данные по корпоративным клиентам. Это уже не первый случай. И из-за такой утечки информации, которая уже была, хакеры и мошенники получили доступ к нашим персональным данным. И, соответственно, у телефонных мошенников появилась еще дополнительная информация, база данных, номеров и конкретные данные на каждого клиента. Так вот, эти данные позволяют преступникам, ну, просто-напросто за считанные минуты на каждого человека готовить досье. Кто он, что он, с кем он дружит, с чем он увлекается, что он покупает, какие предпочтения у него в покупках, какое у него хобби, что он любит смотреть, слушать. Мы буквально-таки живем в интернете, да, мы все это заказываем через интернет. Все эти данные рано или поздно получают мошенники. И, соответственно, когда они нам уже звонят, они у нас уже знают все. То есть ни один мошенник не звонит неизвестно куда. Конечно же, для того, чтобы войти в доверие, он должен нам, о нас рассказать все. Как только мы слышим в телефонной трубке человека, который представляется страшными какими-то словами, либо прокуратуры, либо МВД, либо служба по Забербанке, как только человек выкладывает все данные на нас, то у потенциальной жертвы сразу возникает доверие, что это действительно человек оттуда, раз он все знает. И, соответственно, надо ему все выложить, наблюдиться, все рассказать. То есть здесь полный набор манипулятивных действий может быть от преступника, как финансовая мошенничество, так и, конечно, совершение каких-либо диверсий. То есть вот эти данные, они утекают ежедневно в огромном объеме. И это проблема не только России, это проблема многих государств. И эти данные используются против нас, в первую очередь. А банковские данные могли утечь в ходе взлома СДЭКа? То есть там CVV-коды, номерокарты и так далее? Здесь все зависит от того, было ли автоматическое пополнение счета. То есть если такие данные заводились в личный кабинет, то, конечно же, такие данные могут попасть в руки хакерам, а как следствие уже дальше мошенникам. На самом деле вирусы-шифровальщики появились не так давно, и появились они после того, как именно Сноуден рассказал об уязвимостях, которые были созданы специально для АНБ. Эти уязвимости, как мы видим, до сих пор никто не убирает, не прикрывает. То есть АНБ выгодно использовать эти уязвимости. И, конечно, об этих уязвимостях, когда Сноуден стал известный хакер. И как работает шифровальщик? Он проникает в систему, он шифрует данные. Дальше у преступника, у мошенника, у хакера есть, соответственно, либо доступ к этим данным раз, либо он может, шантажируя компанию, предоставить ключ для шифровки. Если компания идет на сотрудничество с хакером, он может такие данные дать. Но если в вашу систему проник вирус, то это однозначно подразумевает то, что эти данные уже у преступника, уже у хакера. Скажите, пожалуйста, а как подобные вирусы вообще попадают в компьютерные системы? Мы подразумеваем, что такие крупные компании, как СДЭК, как-то защищают свои компьютерные сети. Вы же напомнили, что уже не первый раз случается подобное со СДЭКом. То есть, грубо говоря, сегодняшний случай – это что? Недоработка тех, кто занимался компьютерной безопасностью в СДЭКе. Или в любом случае, ну ничего и не могли сделать, хакеры могут атаковать, и нет никаких защит от них стопроцентных. Как вирус попадает в сеть? Это простой переход пользователей, как внутри компании, так и снаружи, по всевозможным ссылкам вредоносным, которые задорожают компьютеры. А поскольку СДЭК имеет открытую инфраструктуру, так иначе можно, взломав компьютер какого-то человека, который имеет более глубокий доступ в эту базу, в эту систему, уже можно проникнуть более глубоко. Соответственно, если человек не уделяет должное внимание информационной гигиене, рано или поздно в компьютер проникают и вирусы, и трояны, и всевозможные прочие вредители. Да, сейчас, может быть, и опять СДЭК справится через какое-то время, но, повторюсь, уязвимости они не закрываются. Это хорошо, если сам разработчик уделяет должное внимание пентестингу для выявления уязвимостей в своих компонентах, и он периодически эти дыры закрывает. Но многие, как бы, шалей валяя относятся к безопасности, и, соответственно, после каждого обновления, да, люди думают, что они обновляют, они получают что-то современное, защищенное, но, тем не менее, помимо нового модуля, новой версии, этого модуля, в компьютер проникает новые уязвимости. И вот на системном уровне любой компании этим заниматься сложно, потому что, ну, понятно, если ваша IT-система состоит из десятков, сотен компонентов, отвечать за каждого вендора, компания, которую используют, достаточно сложно. Поэтому это такая комплексная проблема, она не решается только самой компанией СДЭК. Это хорошо, если там действительно серьезные IT-шники, программисты и службы информационной безопасности, но, тем не менее, это всего лишь некая малая часть в общей системе, которая позволяет говорить об защищенности. Повторюсь, вот эти уязвимости за 10 лет, они не убраны. Не убраны именно из-за того, что АНБ не дало санкции. Я про эти уязвимости хотел бы поговорить. Они где существуют? В операционной системе? Они существуют в самой операционной системе, которой пользуются те пользователи, которые заходят на ваш сайт. Мы говорим про Windows, говорим, да, сейчас? Да, мы в первую очередь говорим про Windows. То есть в Windows есть специальные такие уязвимости, которые нужны для того, чтобы АНБ США по необходимости проникало, и Windows продолжает эти уязвимости сохранять специально и не закрывает их. Да, и более того, если вы следите за новостями, буквально-таки месяц или два назад Microsoft объявила, что они заключили новый контракт с НБ, и теперь они будут создавать искусственный интеллект, который будет анализировать работу пользователей. Откуда данные эти будут браться, и как он будет обучаться искусственникам? Как раз-таки с помощью этих уязвимостей. Поэтому это на самом деле серьезные вещи, и это серьезная уязвимость, которая открывает возможность хакерам и мошенникам, преступникам проникать в нашу систему. Да, но помимо защиты самой операционной системы, существуют специальные продукты типа антивирусов и так далее, а они не могут закрыть все эти дыры, которые не закрывает Windows? Замечательный вопрос, просто замечательный. Если вспомним антивирус Касперского, и все его решения, то сразу надо вспомнить, что его запретили в Штатах, его запретили устанавливать в госведомства США. То есть идет определенная война, в том числе и за рынок антивирусов, за доступ к таким компьютерам и возможность защитить их. И в данном случае Касперский, это хорошо, если он будет как-то эти уязвимости закрывать, если они будут стоять на 100% компьютерах. Но зачастую те антивирусы, встроенные, которые даже есть в Windows, они, конечно, все не закрывают. Касперский и другие антивирусы, они у всех не стоят. То есть тут, опять же, антивирусы, они выступают в роли догоняющего. То есть появился какой-то вирус, через какое-то время становится известно всяким Касперским и доктором Вебом, и они начинают искать некое решение, как этот вирус ликвидировать. То есть уже потом выходит обновление. То есть это некая погоня, вечная погоня за пилюлей, которую этот вирус лечит. Пока эта пилюля не выпущена, соответственно, все компьютеры могут быть подвержены нападению этого вируса. Ну, а если рассмотреть вариант перехода на альтернативные операционные системы, скажем там, на Linux, это может стать решением проблемы? Это может отчасти стать решением проблемы, но это не панацея. То есть в любой системе, так или иначе, есть определенные уязвимости, есть еще человеческий фактор, есть еще социальная инженерия. Через социальную инженерию даже продвинутому юзеру можно внедрить тоталенный код и тоталенный троян. Поэтому это всегда комплексное решение, всегда комплексный подход. И работа с пользователями, и работа с вендорами, которые поставляют решения, и работа с железом, и работа с софтом. То есть это всегда-всегда комплексный подход, как только вы начинаете чем-то одним заниматься, соответственно, другой у вас начинает хромать. Компании идут на такие переговоры с преступниками? Некоторые идут. То есть в Штатах было много прецедентов, когда именно шли, а потом они получали неких рулей от американских властей. То, что они якобы сотрудничали с хакерами, то есть платили деньги, это как терроризм. То есть если вы платите деньги террористу, вы сотрудничаете с ним, это своего рода определенная ступень финансирования. Поэтому там были случаи, когда нефтяные компании, имеющие миллиардные, сотни миллиардных оборотов в год, компания проставила на спидни, некоторые хакеры выкуп получали. Это своего рода бизнес. Я вот пытаюсь понять, это только бизнес, или за этим стоит нечто большее, скажем, политика? Если мы говорим именно про российские компании, то, конечно же, здесь вмешивается политика, и здесь вмешивается свод. Поэтому здесь однозначно можно рассматривать мотив как некую месть, некую попытку выключить определенную логистическую компанию из-за некой цепочки. Хакеры вообще, это какое-то разрозненное движение, или все-таки у них есть единый центр координации, цели и задачи? Вы знаете, хакеры это всегда некая сетицентрическая структура, это всегда международная организация, это некий коллектив программистов продвинутых, которые пишут лавритный код. То есть один человек может написать один компонент для этого кода, другой человек где-то там из Индии, может второй компонент написать третий человек, где-то, не знаю, из Венесуэла, либо США, может написать четвертый, пятый, шестой код. То есть таким образом собираются некие конструкторы лего, из этих кодов, да, эти товарищи объединяются, придумывают некий бренд, под которым они действуют, соответственно, разрабатывают метод вывода активов и легализации этих денег, и таким образом определенное время работы, пока их там не пресекут. То есть если мы говорим о каких-то политических акциях, то надо понимать, что хакерские группировки не всегда просто хакерские, это иногда киберармия, работающая на государство, либо подразделения этих или иных кибервойств, которые могут работать на государствах, для совершения определенных диверсий в информационной пространстве. Поэтому, конечно же, если мы сейчас тронем США, у американцев крупнейшая киберармия в мире, которая потребляет многие-многие миллиарды долларов в год, и для того, чтобы она потребляла еще больше, периодически налогоплательщикам США вешают лапшу на уши русских хакер. Кстати, русские хакеры на мировом уровне как смотрятся? Русские хакеры на мировом уровне смотрятся замечательно, отлично, потому что русские программисты и математики самые продвинутые в мире. Именно поэтому русские хакеры самые мощные и сильные. Президент консорциума «Инфорус», эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович. Андрей Игоревич, в этой программе мы подробно разобрали кейсы СДЭКа, но если такие огромные компании с такими капиталами, возможностями, такой служба безопасности сталкиваются с подобными проблемами, причем СДЭК уже далеко не первый раз, и такие последствия, когда компания уже неделю, можно сказать, не работает, то что говорить о простых людях, простых пользователях, которые просто занимаются какими-то домашними делами на своем компьютере, но тем не менее могут стать жертвами этих хакеров. Кто может, во-первых, стать объектом атаки, в первую очередь, и что это могут быть за атаки на простых людей? Ну, первое, тут не слово «могут», а словом «станут». Если вас сегодня не атаковали, значит, вы просто в планах на завтра. Вот, атаковать будут каждого. Причем, если раньше это были милые, привычные мошенники, сейчас к ним добавились шпионы, диверсанты, вымогатели, то есть огромное количество разной нечисти собирается вас атаковать. Все те ошибки, которые сделал СДЭК, и из-за чего прошла атака успешно, довольно легко заранее предотвратить. Первое, это делать бэкап. Ну, если не ежедневно, то и еженедельно. То есть важные данные у вас должны храниться отдельно от компьютера, отдельно от интернета, и вне прямой доступности к оперативному контуру, к тем гаджетам и компьютерам, на которых вы сейчас работаете. Это называется воздушный разрыв. Все время надо следить, чтобы у вас были свежие архивы. А где они должны храниться? На жестких дисках отдельно, в идеале? Можно на жестких дисках, можно на компакт-дисках. Главное, не в облаке, и не в самой сети, не на тех же машинах, и в недоступности интернета. Чтобы никакой вид атак технически не мог позволить дотянуться до ваших архивов. При любой попытке сохранить архивы в местах, доступных из интернета, вы довольно сильно подставляетесь, потому что хакер может просто получить ваши логины, пароль, вашу учетную запись, и через нее спокойно до них добраться. Итак, первое, все время делайте бэкапы. Второе, все время меняете пароли, делаете их стойкими. Вот, следите. Третье, почитывайте периодически новости про свежие схемы атак, потому что хакеры сейчас, ну, может, обленились, может, просто очень заняты. То есть там из полутора тысяч разных видов атак каждую неделю активными являются всего десяток. Вот их можно пробежать глазами, подумать, как они могут коснуться вас. Ну, дальше, не нажимайте на незнакомые кнопки, там, не открывайте атака в письмах, то есть проявляйте элементарную бдительность. Ну, а если это компания, даже не обязательно большая, маленькая или средняя, проведите какие-нибудь киберучения или проверку работы под нагрузкой. Ну, просто хоть один раз с коллегами проиграйте ситуацию, а что будет, если вот вас сейчас будут атаковать, если у кого-то попортится данная, что конкретно произойдет. И вы увидите, что можно набрать набор простых шагов, которыми от таких ситуаций отбиваться. Скажите, просто, а простые пользователи насколько часто становятся объектами атак, или это настолько часто, что даже статистику невозможно вести? Есть такие простые программы, фейерволы, которые на машину ставятся. Есть среди них программы, которые разговаривают, которые показывают, что у вас происходит на уровне сокета, на уровне приложения, то есть, что делает с вами входящий трафик. Вы увидите, что сканеры работают, ну, раз в полчаса, вас кто-то простукивает, пытается посмотреть, нет ли у вас там открытых портов, нет ли у вас открытых уязвимостей на компьютере. То есть, вас все время пробуют на зубок. Это не связано с тем, кто вы лично, и насколько вы интересны. Просто групповые атаки. Кроме того, загляните в папку спама, там постоянно что-то новенькое появляется. А зачем это хакерам? Я понимаю, компания атакует, чтобы вымогательством заниматься, там, политически могут мотивировать. А простой человек? Простой человек – это огромное количество печенек, пылешек для хакера. Первое, он беспечен. Он думает, ну, кому я нужен, соответственно, подставляет своих друзей, которые работают в критической информационной инфраструктуре. Через него их очень легко атаковать, они ему доверяют. Второе, он считает, что он никому не нужен. Он очень сильно подставляет свою семью, особенно своих детей. То есть, выкладывает фотографии детей, выкладывает фотографии квартиры, выкладывает фотографии автомобиля с номером и маркой. Вот, то есть, он притягивает внимание на себя, потому что хакер может сломать любого, но он выбирает, кого сломать, он выбирает более слабую мишень. Далее, хакер действительно хочет атаковать крупную компанию для денег или из политических соображений. Ему нужны, так называемые, аэродромы подскока, ему нужны машинки, с которых пойдет атака. Компьютеры беспечных людей это самое, самое привлекательное мишень. Кроме того, хакеру элементарно надо прятаться. Гораздо удобнее выходить из-под вашего аккаута, если вы его плохо защищаете, чтобы следы повели к вам. Вот, то есть, любой беспечный человек это сейчас просто подарок для хакера. Ну, следы приведут ко мне, привлекательные органы зададут вопросы и получается, что подчерк, которые не имеют никакого отношения... они довольно быстро разберутся, что это не вы, но первый раз придут к вам. Понятно. Неприятно все равно. Ну, это я еще не беру сами по себе атаки, потому что, какой бы там не были там беспечный со словами, кому я нужен, ну, тысячи три рублей у вас точно есть, а есть хакеры, кому и это уже в подарок. На сегодня все. Это была программа «Научный факт». Я Руслан Быстров. До встречи. «Научный факт». «Научный факт».